Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об одной замечательной батарейке. Это батарейка Маячок-1. Работает эта батарейка, а точнее активируется для работы, водой, как пресной, так и соленой. Такими батарейками комплектуются спасательные жилеты, спасательные плоты. Часто эти батарейки используют туристы, потому как храниться эта батарея может бесконечно долго. Сейчас у меня в руках модель Маячок-1, выпуска апреля 1978 года. Таких батареек у меня было несколько. Последнюю я активировал вчера. До сих пор она работает и вырабатывает ток, причем довольно-таки большой. В свое время, занимаясь туризмом, эти батарейки очень хорошо меня выручали. Они могли служить и для фонарика, и для радиостанции, и для экстренной связи. Знак качества времен СССР говорит о том, что эта батарейка выполнена надежно и в любой момент может выручить вас в трудной ситуации. Для того, чтобы воспользоваться этой батарейкой, ее надо активировать. Как видите, корпус батареи снабжен двумя пробками. Почему двумя? Дело в том, что заливать в такое отверстие воду достаточно трудно. Или же, когда человек попал в воду и надо активировать лампочку сигнальную на спасательном жилете, ему не будет достаточно времени ожидать, пока батарея заполнится водой и активируется. Поэтому, дернув вот этот шнурок, можно вытащить сразу две пробки. Тогда процесс пойдет гораздо веселее, и батарея быстро наполняется водой. Затакать батарею не обязательно. Она будет работать как в открытом состоянии, погруженная в воду, так и на воздухе. В туристических походах, чтобы продлить жизнь этой батарейки, лучше, конечно, пробочки заткнуть. Можно заткнуть одну, но тогда придется хранить вертикально, чтобы электролит не вытекал. Можно заткнуть обе, и тогда батарейка может быть перевернута, и никого не зальет электролитом. Электричество, которое она вырабатывает в достаточном количестве для того, чтобы зажигать сигнальную лампочку, будет вырабатываться в течение суток. Иногда дольше, иногда меньше. Все зависит от условий эксплуатации. В холодной воде данная батарейка работала у меня порядка трех дней. При этом яркость лампочки практически не падала. Я использовал лампочку на 2,5 вольта, хотя сама батарея вырабатывает 2,8. Вот такая замечательная вещь времен СССР, 78 года, у меня есть. Я думаю, у многих в семье, особенно у тех, кто связан с морем или с туризмом, найдутся запасы таких батареек. Сейчас китайцы, японцы и корейцы выпускают аналоги в виде пальчиковых батареек, активируемых водой. Правда, они не так долговечны и не настолько мощны. В данной батарейке используются самые простейшие элементы. Описание и сама схема и принцип действия данной батареи вы найдете внизу этого ролика. А также ссылки, где можно до сих пор приобрести или выменять на что-нибудь. А можно даже получить задаром подобные батареи.